Субтитры сделал DimaTorzok Кочуджан является одной из трех главных соевых паст в корейской кухне. Используется она много и часто в большом количестве блюд. Часто именно ей приписывают тот самый острый, узнаваемый корейский вкус. Есть такое блюдо, которое называется Кочуджан Чиге. Я думаю, вы уже поняли по названию, что основой его будет являться паста Кочуджан. Это острый суп, который отлично впишется в ваш рацион в прохладное время года, либо в дождливые дни, потому что обладает согревающими и бодрящими свойствами. В своем телеграм-канале, а также во вкладке сообщества, я проводил опрос, с каким мясом показать вам следующий рецепт. И результаты оказались не самые очевидные. Поэтому я решил не ломать голову и сегодня я вам покажу два рецепта. Один со свининой, а другой с говядиной. Просто есть различия в приготовлении. Они небольшие, но их все же лучше показать, чтобы у вас получилось отличное блюдо. Поэтому обязательно досмотрите видео до конца. Вы, кстати, подпишитесь на мой телеграм-канал. Там очень уютно и лампово. И содержится очень много другой важной информации, которой здесь нет. И прежде чем мы начнем, хочу вам порекомендовать канал моих друзей из Сибири, которые, так же, как и я, очень любят готовить. На канале Здоровая Мишань вы увидите крутые рецепты русской, европейской и, конечно же, паназиатской кухни. Все их видео заряжены отличным настроением, позитивом и юмором. А блюда получаются невероятно вкусными. Если ищите канал с хорошими и проверенными рецептами, то обязательно ознакомьтесь с их роликами. Ссылочку на ребят оставлю в описании под видео. Поддержите их своей подпиской, они на ютубе недавно и для них это очень важно. Ну а мы с вами начинаем готовить. На экране вы видите все необходимые ингредиенты. Можете поставить видео на паузу, сделать скриншот и смело идти в магазин за продуктами. Этот список также есть в описании под роликом. Готовить мы сегодня будем на 2-3 порции. Начинаем, как обычно, с нарезки овощей. Первым делом нарежем репчатый лук. Его режем в этот раз крупно. Следующим нарезаем кабачок. Если у вас большой кабачок, то нарезайте кубиками. Либо можете нарезать, как я. Картофель нарезаем тоже на кубики. Старайтесь, чтобы все ингредиенты были нарезаны одинаково по форме и размеру. Грибы шиитаки надо сначала помыть. Далее, если они небольшие, то разрезать на 4 части. Если большие, то сначала пополам, а потом поперек. Если у вас сушеные шиитаки, то замочите их в теплой воде на полчаса. Они набухнут, после чего их можно будет нарезать. Зеленый лук мы просто мелко шинкуем. Острый стручковый перец нарезаем, как обычно, на небольшие и продолговатые овалы. Я взял перец зеленого и красного цвета. Если у вас только зеленый или только красный, то ничего страшного. Следующим шагом измельчаем чеснок. Делаем это с помощью ножа. Тофу нарезаем тоже небольшими кубиками. Тофу в этом рецепте очень важен, поэтому озаботьтесь и найдите его в магазине. Ну и, наконец, мясо. Для этого супа традиционно используют свиную брюшину, либо грудинку. Также отлично сюда подойдет лопатка или шея. У меня грудинка была заранее нарезана на пластины под сам гепсаль. Поэтому все, что мне нужно сделать, это просто нарезать ее поперек. Следующим шагом приготовим соус для супа. Берем глубокую миску. Кладем 2 столовые ложки пасты кочуджан. После этого кладем в столовую ложку красного перца качукару. 1 чайную ложку сахара. 1 столовую ложку соевого соуса. 1 чайную ложку рыбного соуса. Добавляем измельченный чеснок. И немного черного молотого перца. После этого все хорошо перемешиваем. Соус готов. Ну а теперь начинаем готовить сам суп. Включаем плиту. Берем глубокую сковороду вог. Либо просто кастрюлю. Хорошо разогреваем. И кладем жариться мясо. Если вы взяли жирный кусок свинины, например грудинку, как я, то можете обжаривать без добавления масла. Если у вас кусок из нежирной части свинины, то добавьте столовую ложку растительного масла. Обжариваем так примерно 4 минуты. До появления румяной корочки. Потом добавляем наш соус. Сразу хорошо перемешиваем с мясом. Жарим так около минуты. Постоянно помешивая. Чтобы паста не пригорела. После этого добавляем литр воды. И ждем, когда вода закипит. Как только суп начнет кипеть, кладем в него картошку. И следом грибы шиитаки. Добавьте половину столовой ложки приправы дощида. Перемешайте и варите 10 минут. После этого добавьте репчатый лук и нарезанные кабачки. Варим так 3 минуты. После этого добавьте нарезанный тофу, стручковый перец и зеленый лук. Перемешиваем и варим еще 2 минуты. Ну все, кочу-джан чиге готов. Подавайте на стол горячим. Кушайте обязательно с рисом и другими корейскими закусками. Приятного аппетита! Друзья, приправу дощида можете заменить, просто щепоткой глутамата. Ну либо вообще не добавляйте. Без этой приправы суп тоже получится отличным. Если вам будет мало соли, то добавьте тоже на свой вкус. Если у вас нет рыбного соуса, то в этом рецепте его можно заменить на устричный. Ну а грибы шиитаки можно заменить на шампиньоны, либо вешенки. Кушайте этот суп обязательно с рисом. Он острый, а все острые супы в Корее едят с рисом. Ну а мы переходим ко второму рецепту. Я оставил все те же ингредиенты, меняется у нас только мясо. Итак, сначала покажу, как надо нарезать говядину. В идеальном варианте, конечно же, лучше взять хороший кусок сочной мраморной говядины. Но если нет такой возможности, то какая-нибудь лопатка отлично подойдет. Нарезать мы будем на очень тоненькие слайсы. Стараемся чем тоньше, тем лучше. Вот примерно такой толщиной. Я всегда советую мясо немного подморозить, чтобы проще было это сделать. Либо, если у вас замороженное мясо, разморозить, но не полностью, чтобы говядина сохраняла устойчивую твердость в процессе, но при этом нож легко мог нарезать мясо. Ну и важно всегда говядину нарезать поперек волокон. Итак, включаем плиту, ставим кастрюлю, либо сковороду вог. Я взял большой корейский горшок тукпеги. Заливаем примерно 800 мл воды. Кладем смешанный соус и хорошо перемешиваем, пока паста полностью не растворится. Когда закипит, кладем картофель и грибы шиитаки. Варим так примерно минут 10. Можете прибрать немного огонь. После этого кладем тонко нарезанную говядину. Добавляем половину столовой ложки приправы до щеда. Хорошо перемешиваем. Добавляем репчатый лук и кабачки. Варим это все 3 минуты. После этого кладем тофу, зеленый лук, острый стручковый перец. Варим еще 2 минуты и выключаем плиту. Суп готов! Приятного аппетита! Субтитры подогнал «Симон»! Друзья, это очень вкусный корейский суп. Теперь вы знаете, куда девать ваш качудян. Если вы хотите продолжение на тему, что еще приготовить из корейских паст, то обязательно поддержите это видео лайком и напишите об этом в комментариях. Так я пойму, что вам эта тема интересна. И как только мы наберем 3000 лайков под этим видео, я сразу же приготовлю что-нибудь еще из какой-нибудь другой корейской пасты. Кстати говоря, чуть не забыл сказать. Если хотите, то можете в этом рецепте заменить говядину на консервированный тунец. Получится очень вкусно. В Корее это не менее популярный вариант качудян чиги. В общем, я надеюсь, что вам видео понравилось. Если вы еще не подписаны на канал, то обязательно подпишитесь и нажмите в колокольчик, чтобы не пропустить мои новые ролики. Также не забываем по ссылочке в описании переходить в мой телеграм-канал. Там я публикую контент каждый день. Там можно чаще видеть мою кошечку чеснок. И, конечно же, там есть другая очень важная и полезная информация о корейских продуктах, фильмах, новостях и так далее. Ну а с вами, как обычно, был Денис Ким. Спасибо вам большое за просмотр. Обязательно гляньте другие мои видео. Ну и всем пока.